Давайте обсудим и эту, и другие темы. Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалдинговой компании Defense Express присоединяется к нашему эфиру. Валерий, здравствуйте, рад видеть. Здравствуйте. Добрый день, студия, добрый день, телезрители. Валерий, если еще говорить о нашем дроне Лелека, они уже много лет помогают нашим бойцам на фронте. Мы понимаем, их использовали еще до начала полномасштабного вторжения. Что вы скажете об их эффективности и вот такой комплексной работе дрона, артиллерии или такого разведывательного дрона и дрона FPV с кумулятивным зарядом, о котором шла речь в сюжете? Ну, если говорить о важности дронов, то, конечно же, современные боевые действия невозможно представить без этого средства. Причем он используется как для ведения разведки, так и непосредственно для нанесения ударов и показывает, ну, очень невероятную эффективность. И нужно сказать, что вот именно соревнования в сфере противостояния дронов, оно сейчас является определяющим именно на поле боя на тактическом уровне. И нужно сказать, что противник тоже пытается усовершенствовать свои беспилотные летательные аппараты, также тактические применения. Но вот что касается конкретного беспилотника от компании «Девира», то он уже с 2016 года у нас делает свой вклад в дело уничтожения оккупантов на поле боя. С 2018 года он находится в подопытной эксплуатации в вооруженных силах Украины. Естественно, все это время он проходит необходимое усовершенствование и сопряжение с существующими системами управления. Дело в том, что использование самого дрона как такового, как средства разведки, оно очень важно, но недостаточный фактор. В условиях повышать оперативность передачи данных и их реализации. Причем, вот если говорить о дроне ЛНК-100, который был уже непосредственно принят на вооружение вооруженных сил в 2021 году, он делает такую очень большую часть работы наряду с другими дронами. И нужно сказать, что преимущественно это дроны производства украинских производителей, которые всячески повышают техническую составляющую как самих дронов, так и взаимодействие с другими системами вооруженных сил, которые и обеспечивают тот результат, который видим на поле боя. И вот здесь важно, что сказано было в сюжете, что использование именно подобных дронов, которые приспособлены специально для использования в боевых условиях, это значит, что они имеют усиленную защиту от противодействия систем противника. Прежде всего, конечно, речь идет о системах радиоэлектронной борьбы, и они обеспечивают именно уверенность работы на поле боя в любых условиях. Это, скажем так, выливается в то, что противник не может быть спокойным, когда в небе есть такие дроны, они найдут противника, передадут координаты в реальном режиме времени, на существующие системы управления через них, на непосредственно исполнителей этой задачи. Значит, после проведения первых прицелочных выстрелов, если необходимо, производится также в режиме реального времени корректировка, и после этого повторный удар и на разведку, уничтожение цели. И эти циклы повторяются. И, конечно же, завязывание всех систем, в том числе разведывательных дронов в единую систему, позволяет получить существенное преимущество над противником. Особенно это важно в условиях тоже контрбатарейной борьбы. И нужно отметить, что именно артиллерийские средства противника являются сейчас приоритетной целью для уничтожения. И мы видели, что только за июнь месяц, вот как раз, когда в начале июня было объявлено официально о начале наступления украинских войск, было уничтожено порядка шести сотен артиллерийских систем различных типов. Второй целью являются средства противовоздушной обороны. И, конечно же, вот мы видели, что взаимодействие разведывательных дронов типа ЛЛК-100 происходит не только с артиллерийскими подразделениями, но и с подразделениями ударных дронов. И частности, которые могут быть как в составе сил специальных операций, как в составе специальных подразделений. И мы слышали также о том, что в составе вооруженных сил Украины были созданы специальные роты беспилотных летательных аппаратов, которые также имеют на вооружении свои ударные средства и которые могут отличаться по большинству применяемых средств. И средства могут уже в ходе анализа цели, скажем, распределяться цели именно по тем средствам, которые могут уничтожать эти цели. И одним из средств является FPV-дроны, которые также завязаны в единую систему управления. И получая оттуда разведывательные данные, принимают их и выбирают оптимальный беспилотный летательный аппарат, который может нанести цели уверенное поражение и осуществляет поражение. Ну, чаще всего такими вот целями могут быть также важные противники процесса противовоздушной обороны, те же артиллерийские насчет техника, оккупантам скопления живой силы, разведывательные дроны типа ЛЛК-100, они осуществляют также сопровождение действий и этих ударных средств. И таким образом вот этот законченный контур зацикленный, он позволяет уверенно решать задачи в условиях очень быстро меняющейся тактической обстановки. И в конечном итоге все это дает преимущество противникам. Валерий, я попрошу чуть-чуть, возможно, поправить микрофон, иногда пропадает звук. И давайте продолжим еще одну важную тему. В Вильнюсе буквально вчера завершился двудневный саммит НАТО. Мы услышали слова поддержки от наших партнеров, готовность помогать Украине оружием. Давайте детальнее обсудим, собственно, эту помощь. В частности, премьер-министр Японии заявил, что использует в помощь Украине 30 миллионов долларов, выделенных из фондов НАТО и, в частности, Япония, планирует передать Украине системы обнаружения БПЛА, то есть вражеских этих беспилотников российской оккупационной армии. Возможно, вам известно, что это за система обнаружения беспилотников, как она действует и как она нам поможет, потому что мы видим, что дроны Камикадзе летят, шахеды сегодня вновь атаковали и украинскую столицу, и другие города нашей страны. Ну, сейчас в открытых средствах массовой информации невозможно найти ничего относительно вот этой системы японской. Единственное, что можно сделать, лишь предположение, что это может быть высокотехнологичная система. Судя из стоимости, которая выделена, это порядка 4 миллиарда иен или 30 миллионов долларов. И нужно отметить, что вот эта система может стать органичной частью струнной системой противодействия дроном противника, который включает в себя, как правило, три эшелона. Первым эшелоном, как раз первый эшелон этой системы может быть пополнен этой системой. Вот первый эшелон включает, как правило, средства визуального, радиоэлектронного или аудиозвукового, обнаружение беспилотных летательных аппаратов. В эту же категорию вносятся различные радары, которые действуют в различных диапазонах и могут выявлять летательные аппараты. Сложность здесь заключается в том, что беспилотники имеют небольшую отражающую поверхность, и это, кроме того, еще также могут использоваться различные средства, которые уменьшают заметность беспилотников. Здесь, конечно, могут использоваться различные средства. И нужно сказать, что вот японское средство однозначно будет более эффективным и может оказаться достаточно эффективным, потому что, ну, можно говорить, что именно достижения в сфере обнаружения таких сложных целей, они лежат в плоскости применяемых компонентов электронных средств. И здесь у Японии огромный технологический задел, который может позволить усиливать как стандартные решения, так и применять нестандартные решения. Я надеюсь, что вот эта система может быть пробным шаром. И, конечно же, Япония здесь заинтересована и в практическом тестировании этой системы. Есть связи с тем, что это одна из новых систем, которая разработана в этой стране, в том числе на фоне тех существующих угроз, которые могут быть непосредственно и для Японии в регионе в связи с осложняющейся в последнее время, потому что, ну, как раз вокруг Японии и так же. И тут нужно отметить, что Япония как раз концентрируется сейчас на передаче средств нелетального воздействия. и можно сказать, что хотя они, ну, скажем, это связано собственно с теми правовыми ограничениями, которые существуют в этой стране, но то, что они не витальны, это не значит, что они не действуют. Допустим, вот сейчас есть информация о том, что Япония передавала, допустим, средства разминирования, которые и сейчас проходят обучение персонала украинского на территории одной из стран Восточной Европы, где применяются средства разминирования, которые в автоматическом порядке при обнаружении составляют карту минного загрязнения территории, что, ну, в Бразилии повышает эффективность, скажем так, обнаружения минных полей. Это, собственно, та техника, которая сейчас очень важна для вооруженных сил Украины на запорожском направлении, где оккупанты успели за эти месяцы настроить мощные линии обороны, так ведь? Да, конечно, ну и эта техника, она будет актуальна еще долгое время, потому что проблема минного загрязнения, она, ну, очень актуальна для нашей страны и продолжает, будет продолжать актуально и десятки лет после окончания войны. Валерий, ну и еще о том, что актуально сейчас для нашей страны в свете тех российских атак, которые продолжаются практически каждую ночь. Норвегия передает Украине два ЗРК НАСАМС, Германия передает пусковые установки Патриот. Скажите, эти установки и этот набор, он усиливает наше ПВО или это по-прежнему недостаточно все-таки для такой большой страны, как Украина? Ну, нужно отметить, что это, скажем, действия, которые производятся в ряду реализации тех решений, которые принимались в том числе и ранее. Мы можем отметить, что последние несколько заседаний в формате Рамстайн были посвящены именно как раз проблеме противовоздушной обороны и решению вопросов по обеспечению безопасности Украины в условиях, когда противник применяет террористические средства, такие как украинские дроны-шахеты, и комбинируют их с нанесением ракетных ударов, причем часть ракет, которые применяются, они также полуслепые, потому что были предназначены еще для нанесения ягодных зарядов, и у них коэффициент кругового охладения достаточно высокий. И достигают от, допустим, ракетных А-22 до 500 метров до полутора и двух с половиной километров в разных версиях и в различных условиях. И, конечно же, насыщение противовоздушной обороной, средствами противовоздушной обороны является одним из первейших заданий, которые должны сейчас решить вооруженные силы Украины, и, конечно же, в этом активно помогают наши партнеры. Ну, в частности, конечно, объявление о поставке дополнительных установок на САМС и Патриот, это, в принципе, не, здесь речь идет не о существенном каком-то усилении Украины средствами противовоздушной обороны, а, видимо, лишь оперативное реагирование на усиление конкретных возможностей по обеспечению защиты тех или иных объектов. Потому что, ну, исходя из того, что озвучивалось, мы получали информацию о поставке отдельных элементов, будь то пусковые установки, РЛС или дополнительное количество ракет. Но нужно отметить, что есть и плановая работа, и на данный момент достигнуты договоренности о передаче Украины десятков систем, зенитно-ракетных систем, класс земля-воздух для защиты объектов. И эта программа, она разработана на долгое время, вплоть до 2025 года. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, для полного прикрытия, допустим, гарантированно всей территории Украины нам необходимо целых 50 батарей зенитно-ракетных систем Патриот. И, ну, конечно же, вот в этих условиях это невыполнимо. На данный момент в определенной перспективе нужно к этому стремиться. Нужно отметить, что вот на фоне этого заявления, что в Соединенных Штатах Америки на вооружении стоит сейчас развернуто 60 батарей этих комплексов. Конечно же, тут речь идет, прежде всего, о противоракетной оборудовании. И вот специалисты говорят о том, что необходимо до 20 систем подобного уровня, чтобы обеспечить надежное прикрытие и обеспечить возможности, скажем так, полноценного функционирования экономики и всей странной инфраструктуры Украины в условиях возможных атак со стороны Российской Федерации. И как раз вот эти цели, они, в принципе, могут быть достигнуты уже, если говорить о тех договоренностях и перспективных перспективах поставки, которых ранее было договорено. Вот из последнего, что известно, что тот же производитель ракетных систем Петриот заявил о том, что может до конца 2024 года поставить еще пять батарей систем Петриот. И это вот недавнее заявление, и оно является внеплановым и может дополнять те решения, которые были приняты ранее. А хочу напомнить, что сейчас речь идет о поставках и дополнительных комплексов Аристе, которые находятся в производстве, и комплексов Нессанс, которые Украина также в плановом порядке будет получать от наших партнеров, они также находятся в производстве. Ну и, возможно, речь будет идти и о других системах, и это позволит в конечном итоге насытить противовоздушную оборону. Но нужно отметить, что вот как раз для полноценного обеспечения прикрытия с воздуха территории страны недостаточно лишь наземных средств противовоздушной обороны, но также необходимая интеграция и средств воздушного базирования. И здесь, прежде всего, речь должна идти о современных самолетах, боевых самолетах. Да, и мы вчера увидели уже эти все продвижения, на саммите НАТО услышали эти заявления, которые касались обучения наших пилотов. Создана сейчас коалиция из стран, которые будут обучать, и, возможно, уже в марте 2024 в воздушном пространстве нашей страны появятся эти самолеты. Валерий, давайте еще поговорим с вами о технике оккупационной армии. Накануне в Минобороны Российской Федерации заявили, что вооружение сейчас частной военной компании «Вагнера» передано российской армии. Это 2000 единиц техники, вооружения, среди которых сотни танков, РСЗО, ГРАД. Сейчас показывают это все на ваших экранах. И по заявлению Министерства обороны Российской Федерации десятки единиц техники ни разу не применялись в бою. Кроме того, уже сегодня российские телеграм-каналы пишут, что сейчас видят, наблюдают движение российской техники в сторону Москвы, в частности, техники ЧВК «Вагнер». Видят ее и в сопровождении белорусской техники. Что вы думаете о том, как Пригожина сейчас раздели и оставили без техники? О чем говорят эти процессы? Пожалуйста. Ну, прежде всего, нужно на все сделать скидку на работу российской пропагандистской машины. И в любых их есть огромная доля именно информационной составляющей, которой они хотят повлиять на два основных контрагента. Это является внутренняя аудитория и внешняя, прежде всего, конечно же, элфаинская аудитория. И тут нужно разделить. Для, допустим, внутренней аудитории подается определенный сигнал о том, что центральная власть достаточно сильная, и она решила проблему с так называемым мятежом. И сейчас ситуация под контролем. Мы получили достаточно большое количество вооружений, которое нам поможет решать все наши вопросы. И это должно вселить, якобы, уверенность в российское общество и снять какую-то часть напряжения. Соответственно, украинской аудитории подается сигнал, что в ближайшее время там оккупационные войска могут получить усиление, и мы получим, они, оккупанты получат определенный кардланш и преимущество в виде вот этих вооружений. Но нужно сказать сразу о том, что если там перейти к первоисточникам, то эта техника в полном объеме может и не принадлежать данной террористической организации. И нужно сказать, что, конечно же, миф, который создавался вокруг вот этого формирования бандитского, он все-таки, скажем так, сейчас подходит своему завершению. Потому что если вы посмотрите на мировую практику, то не найдете ни в одной так называемой частной военной кампании в мире вот подобного арсенала. А это о чем говорит? О том, что российское руководство занималось взращиванием вот этой террористической организации и ее финансированием. Если, допустим, вот эти факты о том, что это все вооружение принадлежало так называемой частной военной компании, то, конечно же, это должно и будет предметом расследований международных организаций и международного криминального суда. Потому что это является свидетельством финансирования того, что Российская Федерация является страной, которая финансирует международный терроризм. Валерий, тут надо еще отметить и напомнить нашим зрителям, что Путин, по сути, чистосердечное сделал признание в эфире своих же федеральных каналов. Он действительно признавался о том, что российское государство финансировало ЧВК «Вагнер». На тот момент уже ЧВК «Вагнер» рядом с странами в мире было признано, в частности, террористической организацией. То есть сам Путин и признался, что он является спонсором терроризма в этом мире. Поэтому хотелось бы видеть поддержку наших партнеров и, наконец-то, чтобы они признали Россию террористическим государством. Но мы также помним, Валерий, что вагнеровцы, в частности, понесли огромные потери на территории нашей страны. Сам Пригожин еще в мае рассказывал, что заключенных у него погибло 10%, 20% от завербованных. Это от 50 тысяч завербованных. То есть порядка 10 тысяч. И еще столько же контрактников. И мы помним, что очень было много уничтожено вагнеровцев в боях за Бахмут. Сейчас в этом городе их уже нет, но есть другие силы, пришедшие им на замену. И еще в марте вы в одном интервью говорили, что Бахмут будет неудобен для удержания оккупантами. Расскажите, а как ведут себя сейчас те войска, которые заменили вагнеровцев на бахмутском направлении? Как долго они смогут находиться в этом городе, учитывая географическое положение нашего города-крепости? Ну, дело в том, что на замену вагнеровцам пришли, скажем так, те лучшие из худших, которые могли прийти. И, конечно же, приоритет российским оккупационным командованием отдан воздушно-десантным войскам. Здесь принимают участие на этом направлении ввиду боевые действия 217-й парашютно-десантный полк, 98-й парашютно-десантной дивизии, также 137-й парашютно-десантный полк, ну и ряд других подразделений, в том числе замечены там подразделения Штурм-Зет, различные подразделения, которые были сформированы на территории называемых ЛДДР. В общем, стянуто все, что только модно. Да, Валерий, смотрите, у нас остается 2,5 минуты, 2,5 минуты на разговор. Расскажите действительно об этой тактике все-таки, вот этого всего скопища, которое там есть, и о том, как тяжело-не тяжело им будет удерживаться в городе. Ну и тут можно сказать, что вот такое сейчас упорство противника в обеспечении обороны Бахмута, оно прежде всего связано не с его тактическими преимуществами, а с тем информационным капканом, который загнал пригожин российские оккупационные войска, сдвинул их с такой достаточно удобной для оборонной линии, которая происходит, проходит там по линии Попасная-Сватова, это такие преобладающие высоты. И выглянув в это неудобие, потому что Бахмут находится в низине, и сейчас вооруженные силы завершают занятие превалирующих высот и проводят, скажем так, основную работу по уничтожению противника на территории Бахмута, при этом блокируя пусти поставки логистического обеспечения войск, которые пытаются здесь действовать. И, конечно же, в этих условиях противник рано или поздно вынужден будет отойти на более выгодные рубежи. Они, как я говорил, находятся где-то в 30 километрах, как раз в тех 30 километрах, которые Пригожин шел в течение 9 месяцев. И вот все-таки я думаю, что в недалеком будущем в этих 30 километрах противник может преодолеть за более короткое время с тем, чтобы вернуться на более выгодные позиции. Альтернатива этому только одна. Здесь будет происходить дальнейшее уничтожение оккупационных войск. И, конечно, сейчас вооруженные силы Украины и занимаются решением этой основной боевой задачи. Валерий, спасибо вам большое за вашу аналитику. Будем следить за этим, наблюдать и показывать это в эфире Фридома. То, как российские оккупационные войска будут делать очередной жест доброй воли, напомню нашим зрителям. Валерий Рябых был в нашем эфире директор по развитию информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс». До новых встреч. Спасибо.